Привет друзья! Сегодня я собрал вместе все актуальные страпы с батареями для квест 2 и сравню их друг с другом выбрав лучший страп. И лучший страп будет разыгран среди подписчиков как часть празднования 50 тысяч подписчиков на канале, об этом уже есть отдельный ролик. На последнем месте китайский ноунейм с наклейкой Best Win VR. Не Best Win VR, а Best Win VR. Очень странная и подозрительная поделка. На нем нет никаких обозначений сертификации и если честно я бы побоялся, что такая штука может самовоспламениться. На коробке написано, что аккумулятор на 10 тысяч миллиампер часов и дает 6-8 часов игры. У меня он разрядился примерно за полтора часа. Еще и задняя лямка порвалась в один момент. Geek VR. Попытка сторонней компании сделать свое крепление с батареей. Вышло не очень. Батарея постоянно теряет контакт при движении головы, а при переподключении издает звук. Само крепление неудобное, постоянно складывается при снятии шлема под весом батареи. Аккумулятор на 5000 миллиампер часов. Не рекомендую. Сейчас перейдем к тройке лучших страпов, но сначала я расскажу вам о нашем спонсоре. Спонсор этого ролика – виртуальные очки. Компания, которая оказывает высококачественный ремонт и сервис VR и AR устройств в короткий срок до 5 дней и с гарантией до 12 месяцев. Они ремонтируют практически любые устройства VR и AR. От популярнейшего Oculus Quest 2 до премиальных Valve Index и Vive Pro 2. Диагностика вашего оборудования до ремонта всегда бесплатная, а компания успешно работает как с юридическими, так и с физическими лицами. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности. А всем моим подписчикам скидка 10% на услуги их сервисного центра по промокоду TITVR1. На третьем месте официальный страп Oculus Elite. Красивый дизайн, но проблемы с пластиком. Как видите, мне пришлось его обновлять изолентой, а то страп начал трескаться. За те деньги, что за него просят – печально. Объем 4676 мАч. На втором месте Kiwi Design. Батарея большая и дает 2,5 часа. Из плюсов – объем, комфорт на голове и баланс. Из минусов – несъемность батареи. Лампочки включены всегда, пока шлем заряжается. Мне нравятся крепления с мягкой верхней лямкой. И зато в комплекте есть тряпочка и крепеж для кабеля сбоку. Аккумулятор, к слову, на 6400 мАч. И на первом месте Boba VR. Мой любимый вариант и победитель, который будет разыгран вместе с другими призами. Из плюсов – съемная батарея на магнитах, отличный форм-фактор, удобная док-станция зарядки. Аккумулятор на 5200 мАч. Одна батарея дает примерно час-полтора, так что с двумя батареями можно их быстро чередовать. Из минусов – крепление на голову не самое удобное. Но у Boba VR есть альтернативное крепление. Я лично его предпочитаю. И как бонус – у Boba VR есть крепление для Pico 4, заменяющее заднюю часть накладки и добавляющее место для батареи. Использую постоянно, ибо Pico – мой основной ПК-шлем. Батареи Boba взаимозаменяемые. Пока это единственный аксессуар, который я видел для Pico 4. На этом всё. Я надеюсь, это будет последний гайд, который вам когда-либо потребуется для Quest 2. Потому что скоро уже выходит Quest 3. И тогда нам надо будет уже рассматривать устройство для него. А пока подписывайтесь. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Палец вниз, если нет. Пишите в комментариях, какой страп самый удобный и какой страп вы используете сами. И мы увидимся в виртуальной реальности.